Друзья, всем привет! С вами Будда Гришина. Сегодня просто получается какой-то день Максима Галкина. Нет, дело в том, что утром я обнаружил его видео из города Рои в Латвии. Он давал концерты, и кто-то снял его на камеру. Ну, вы знаете, если он так шутит везде, то, в общем-то и целом, конечно, удивляет, почему до сих пор не дается никакой правовой оценки, не запрещается въезд. Ну, одним словом, для меня это непонятно. Он там наговорил столько всего, и россияне-рабы из 90-х годов, и там и не упомню все, что он сказал. У меня ролики ниже можете посмотреть, там на канале все есть. Но вот вы знаете, самое, что, конечно, меня тоже возмутило, как гражданина России, учитывая, что можно критиковать, я считаю, в время другое, и критиковать, еще раз повторюсь, для созидания. Очень много критикующих людей, которые действительно проявили искренние патриотические чувства, потому что они критиковали для созидания, чтобы как сделать лучше. А те, кто критиковал для разрушения, они все побежали спасать свои иностранные счета и, значит, недвижимость. И вот цена их критики. Они хотели разрушить. Вот в чем дело. Значит, все дело в том, что, естественно, простые граждане, простые россияне сплотились, сплотились в едином патриотическом порыве в это непростое время, в эту сложную годину для нашей страны. Но Максим Галкин высмеял Владимира Путина на концерте в Латвии под всеобщий хохот латышей. Не знаю, друзья, может быть, все-таки какая-то оценка будет дана, или, может быть, ждут, когда он приедет, чтобы его отправить, как сегодня один человек правильно в комментариях написал, в другой замок, где его назовут Машенькой. Все дело в том, что есть видео, собственно, о чем я буду рассказывать, если вы можете посмотреть, правильно? Смотрите, пожалуйста. Состояние США и России ответим следующее. У нас нет политики превентивного ядерного удара. То есть, если Америка пока удаст, мы, конечно, умрем. Но умрем как мученики и попадем в грани. А Али сдохнут и не успеют покаяться. Вот так обгоню Жуху Алину, говорю Алинучу. Причем, когда он это говорил, все так смеялись, ну, когда я это рассказывал. Сейчас уже по мере приближения реальной перспективы все меньше смеются, думают, когда, что собрать, куда уехать. Вот. И я, когда он это сказал, выступал в Нью-Йорке. И вот с этой, значит, фразой вышел на сцену, сказал, и я говорю, у меня, ребята, только к вам один вопрос. Вот я сейчас здесь, в Нью-Йорке. Если это случится сейчас, вот лично я, как мученик, попаду в рай? Или я должен с вами, как собака, здесь сдохнуть не успеть покаяться? Молодец, я же россиянин. Друзья, ну вот видите, эти заявления Галкина. Становится понятно, почему он запрещает снимать на видео свои концерты, и почему он шутит, что каждое видео это новая страница в его уголовном деле. Сегодня он также заявил, что если придут отбирать у него замок, то он будет лить горячее масло, горящее масло, и бросаться по хребтам тех, кто будет забирать мебелью. То есть, послушайте, он вообще с берегов не видит. Это просто за гранью здравого смысла, я так скажу. Поэтому, конечно, не знаю когда, но очень бы хотелось, конечно, все-таки, чтобы какие-то оценки были даны, потому что человек ездит по миру и, собственно, делает то, что поливает грязью мою родину, вашу родину. Называет нас с вами рабами 90-х годов. Не знаю. Друзья, интересно ваше мнение, что думаете на сей счет. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал. Кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать проект Будда Гришна. Значит, подписывайтесь на резервный запасной канал Будда Гришна Новости. Здесь в YouTube, чтобы мы с вами не потерялись. Телеграм-канал Будда Гришна Новости. Там политика, не только политика, с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.